По состоянию на 1 июня ситуация по COVID-19 остается стабильной. Всего за весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 1085 случаев заболевания. 509 человек выздоровело, 10 в тяжелом состоянии, 248 находятся в госпиталях на стационарном лечении. Антидела против коронавируса имеются у 1% населения Калмыкии. В традиционном утреннем прямом эфире министр здравоохранения Республики Юрий Кикенов очередной раз заявил о необходимости применения средств индивидуальной защиты в условиях снижения ограничительных мер, а также призвал ужесточить контроль. Поэтому масочный режим обязателен, особенно в помещениях, в транспорте, в местах массового скопления народа, ношение масок, я считаю, просто необходимо. И ужесточить контроль за данным направлением именно в тех местах, которые я сказал, считаю просто, это должно быть обязательным. Глава Калмыкии Бату Хасиков посетил с рабочей поездкой племенной завод Улан-Хеч. Здесь он ознакомился с текущим положением предприятия и провел рабочую встречу с новым директором Баатром Джангаевым. В ходе встречи обсуждались нынешнее состояние племзавода и его перспективы развития. В общении с руководством предприятия Хасиков отметил, нынешнее положение крупнейшего племенного завода Республики требует кардинальных изменений внутреннего порядка, а также нового подхода к наращиванию объемов производства и реализации сельхозпродукции. Сегодня новому директору Улан-Хеч был передан не в лучшей форме. Нулевой баланс и порядка 14 миллионов рублей долга, а также недостаток и отсутствие техники. Ваше предприятие имеет колоссальный потенциал. И чтобы реализовать этот потенциал, конечно, предстоит большая работа. И безусловно важно, чтобы вы работали как одна большая команда. С Днем защиты детей поздравил глава Калмыкии Бату Хасиков. В своем поздравлении он отметил, что руководство Республики будет и дальше создавать все условия для духовного, интеллектуального и профессионального роста детей. Также со стороны Республики ко Дню защиты детей семьям с детьми от 8 до 18 лет, которые состоят на учете в органах социальной защиты, будет выплачено по 5000 рублей. Аналогичная выплата полагается безработным гражданам в период с 30 марта по 1 июня 2020 года. Подробнее с документами можно ознакомиться на сайте главы Республики. Региональное отделение Пчероссийского народного фронта в День защиты детей оказало материальную помощь детскому противотуберкулезному диспансеру. Для расширения рациона детей УНФ закупил свежие фрукты. Сопредседатель регионального штаба УНФ Калмыкии и по совместительству председателя регионального отделения Российский детский фонд Олег Первеев отметил, что акция проводится уже более 15 лет. Кроме того, представители фонда бывают здесь и на 1 сентября, и на новогодних утренниках. Мы традиционно приехали в этот детский ту-диспансер, где оказываем ежегодно помощь в виде продуктов. Это свежие клубника, яблоки, соки. Это все, чтобы здоровье поднять иммунитет детям. Очень хорошо, что есть такой праздник. Почему? Потому что все взрослые, мы понимаем, что нужно помогать детям. И сегодня в рамках этой помощи мы еще оказываем помощь нашим ветеранам, которые здесь работают. Мы предоставили 5 наборов продуктовых для наших ветеранов. С Днем защиты детей поздравил депутат Элистинского городского собрания Царин Саранов. Он также оказал материальную помощь дому ребенка. Передавая необходимые для детей продукты, он отметил, что несмотря на ограничительные меры, дети все равно должны прочувствовать атмосферу праздника. Федерация бокса Калмыкии в свою очередь поздравила воспитанников детского психоневрологического интерната. Накануне они побывали в интернате и вручили продуктовые наборы. Единый государственный экзамен стартует 3 июля. Первые экзамены продут по географии и литературе. В Листе для этого подготовлено 4 пункта в 4, 21, 23, 18 школах и один на базе Русской национальной гимназии. Должил главе администрации Элисты Дмитрию Трапезникову, его заместитель Истям Ушаев. Места проведения ЕГЭ оборудованы стационарными рамочными металлодетекторами, видеокамерами, техникой климат-контроля. Проведен высокоскоростной интернет и другие средства связи. ЕГЭ будет организован соблюдением всех необходимых требований Роспотребнадзора. Термометрия, дезинфекция помещений, антисептики, средства индивидуальной защиты. Члены комиссии и проверяющие педагоги предварительно пройдут тестирование на коронавирус. В одной аудитории одновременно будет находиться не более 10 человек. У нас, наших выпускников, сдающих сегодня, закончивших школу, будем говорить так, 774, из них сдают практически все для поступления. Именно те предметы, которые уже ВУЗ определил в качестве профильных для поступления в ВУЗ. И только один ребенок у нас не сдают. Далее, сегодня мы уже имеем официальную информацию о том, что на наших пунктах проведения, на наших пяти, будут сдавать практически вся республика. Мушаев также доложил о том, что сотрудники дошкольных образовательных учреждений в полном составе пройдут тестирование на COVID-19. Списки уже сформированы. Что касается открытия дополнительных мест в детских садах за счет новых пристроев, было отмечено, что штатное расписание сформировано. Сотрудники готовы приступить к работе согласно графику. За ходом работ пристроев детским садам номер 4 и 5 можно наблюдать онлайн на сайте администрации листы во вкладке «Листа онлайн». Накануне в «Листе» прошли торжественные проводы на строевые сборы участников парадного расчета «Казачьей сотни» Всевеликого войска Донского. Группа выехала в поселок Алабино Московской области для подготовки к военному параду на Красной площади в Москве. Напомню, парад, посвященный празднованию победы в Великой Отечественной войне, по решению президента России, состоится 24 июня и объявлен выходным днем с сохранением заработной платы. Даты выбраны не случайно, именно 24 июня. 75 лет назад прошел парад победы на Красной площади. В торжественном мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента Российской Федерации в Южном федеральном округе по республике Калмыки Александр Беляев, представители духовенства республики, казачьи старейшины. Гости напутствовали группу. В параде победы примут участие более 100 казаков кубанского казачьего войска. Парадный расчет сформирован из представителей трех регионов Южного федерального округа Калмыки, Волгоградской и Ростовской областей. Представители всех народов Советского тогда Союза победили в этой войне. И нам очень приятно, что представители республики Калмыки, 8 человек будут участвовать в сотне казаков Всевеликого войска Донского на военном параде 24 июня. В связи с поэтапным снятием ограничения деятельности предприятия и организации листы, работу возобновили 179 объектов, сообщила руководитель отдела потребительского рынка и предпринимательства Татьяна Утинская на встрече с главой администрации листы Дмитрием Трапезниковым. Главное условие работы предприятий – строгое соблюдение масочного режима, санитарно-гигиенических норм, социальной дистанции в полтора метра. Сетименеджер обратил внимание на факты нарушений в деятельности открытых предприятий в части исполнения необходимого перечня требований. В случае неисполнения необходимых мероприятий будут применены санкции вплоть до закрытия объектов-нарушителей. Татьяна Утинская также доложила об итогах мониторинга торговых сетей на наличие защитных масок. По состоянию на сегодняшний день защитные маски имеются в наличии в магазинах. Средняя стоимость защитных средств – 30 рублей за единицу. Глава администрации листы поручил провести проверку ценообразования на защитные средства и держать этот вопрос на постоянном контроле. Организаторы интеллектуального многоборья цифровой верблюжонок подвели итоги традиционного розыгрыша призов среди школьников первого по четвертой классы. В этом году претендовать на получение гаджетов без исключения смогли все участники. В онлайн-формате путем случайной выборки организаторы определили счастливчиков, которым достались беспроводные наушники, гарнитуры, портативные зарядные устройства, игровые и развивающие наборы, конструкторы, портативная акустика и канцелярские наборы. И это далеко не полный перечень всех подарков, заверяют координаторы проекта. Главный приз – 4 смартфона. За вторые и третьи места – фитнес-браслеты. Напомним, в этом году финальное тестирование участников интеллектуального многоборья закончилось 17 мая. Оно прошло из-за сложившихся особых условий в онлайн-формате. Участникам конкурса были даны тесты по четырем предметам начального блока – русский язык, математика, окружающий мир и литературное чтение. Однако, чтобы стать финалистом, нужно было набрать высокий балл по всем предметам. Надо отметить, что многие дети из каждого класса набрали максимальные баллы.